Финальный поединок чемпионата России по ММА 2019 года Это полутяжелый вес весовой категории до 93 кг Представляю ему финалистов Спортсмен в синем углу Ему 28 лет, рост 173 метра Он представляет Уральский федеральный округ Приветствуйте! Магомед Шахрутинов! И он в красном углу Ему 20 лет Рост 184 сантиметра Он представляет Сибирский федеральный округ В красном углу Игорь Глазков! Друзья, с нами Магомед Янусилау Просоединился к нам Здравствуйте всем! И у нас финальный бой чемпионата России 93 кг Шахрутинов Магомед против Глазкова Игоря Очень яркое противостояние, которое ожидали Борца с ударником Борца с ударником Обоих знаю неплохо Игорь, как знаю, больше предпочитает в ударной технике работать Шахрутиново, все знают Игорь Глазкова и бьет Игорь Глазкова и бьет Игорь Глазкова и бьет Игорь Глазкова и бьет И контролирует И дышит неплохо Поэтому Такое интересное противостояние ударника с борцом Классическое противостояние Да Двадцать лет Игоря Огромный успех, я считаю, что он в финал пробрался Да, давно он уже выступает, в основном по молодежи выступал Я помню его, да, как он по молодежи дрался Довольно-таки неплохо дрался Смотрим Первый раунд Игорь любит обострять Ситуацию, да? Да, да Шахрутинов не сразу будет бороться Попробует поработать, конечно Удобная техника Думаю, переигрывать нельзя У Глазкова длинные руки он будет доставать Неудобно, неудобно, лепше стоит Да, смотри, сам прошел Сам прошел Но мне кажется, это была ошибка Нехорошая ошибка Да, сразу забирает позицию Я думаю, Магомед проконтролирует до конца раунда его Ну, однако, Глазков закрыл гард В принципе, не такая уж плохая позиция Ну, да, выгодная для Игоря, так скажем Я думаю, что ему сейчас нужно вязать Смотри, что старается делать Смотри Вот, треугольник закрыт Треугольник? Кто ты-то ожидал сейчас? Да Но, обрати внимание Да-да-да Надо оттягиваться Что он и делает Если много хочет выбраться Им надо оттянуться обязательно И подняться уже здесь Игорю надо руку перевести Но обязательно Он правильно делает, что голову грузит Да, защищался Шахрудинов Уверенно защищался Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Позицина в Игоря. Как тебе вообще в твои поединки в ринге, в сетке, где было удобнее? Где ты себя чувствуешь лучше? Мне больше нравится хлеб. За счет чего? За счет того, что там, если даже цепляются руками, если даже можно зацепиться, то это ненадолго. И можно себе руки травмировать. Ну, то есть сетка для меня, как для борца, более удобна. Мне кажется, вообще для ММА все-таки сетка. Да. Это сетка. Жалко, что у нас не было октагонов. Когда ты здесь дрался. Зато ты сейчас других октагонах дерешься. Ну да, профессиональным. Да. Тем временем заканчивался первый раунд. И, как и Магомед сказал, не получается встать. Да я не скажу, что он и пытается встать. Я просто Игоря очень хорошо помню по старым боям, именно по молодежи, когда он дрался. И вот это его главная ошибка была. Он слишком спешит и делает ошибки, наверное, в силу своего возраста, скорее всего. Все приходит с опытом. Да, 20 лет парню. И у него все еще впереди. С характером у него проблем нет, как мы видим. Молодец. Шахрудинов уже опытный боец. В общем, первый раунд. Однозначно. Да, Магомедом. Да. Знаешь, что не нравится, Антон? То, что ребята не делают работу над ошибками. Я сейчас о Игоре говорю. То есть он не ставит работу на то, чтобы с партера вставать. Мало кого он не борется. Ему жизненно важно. Оставаться в стоите. Именно хотя бы защищаться или подниматься с партера. Как ты считаешь, сейчас повторится все в втором раунде? Ну, думаю, да. Первый раунд Игорь сам в борьбу полез. Сам видел, что произошло. Сейчас второй раунд, я думаю, Мага уже знает, что партер... Плюс, я думаю, что Игорь подзабился, подустал, уже не та скорость. Я думаю, сейчас Магомед сам будет стараться его переводить. Переводить, да? Да. А может, и ударки поработать, посмотрим. Посмотрим. Игорь все так же скоростной на руках. Да. Я бы на его месте вот на руках и работал бы. Не знаю, зачем он лезет бороться с Шахрудиновым. Шахрудинов очень хороший борец. Хороший кайпик сейчас. Но вот опять зачем вот это сейчас было сделано? Я не знаю. При том, что у него прошел удар... Там вообще вариантов нет, я считаю, для Игоря. На самом деле, я стараюсь быть нейтральным. Конечно. И реально глупо. Глупо заходить в ноги. При том, что у него прошел сейчас удар ногой. Он опять себя загнал. Загнал. В тяжелую ситуацию, с которой он выходить не умеет, так скажем. Реально не умеет. А Шахрудинов здесь уверен, он контролирует. Бьет и особо не напрягается. Всем, кому Шахрудинов проигрывал в финале, они работали с ним в стойке. Хотя Муслим тогда переборол его. Муслим? Ну, а что ты сейчас, какие вот для Глазкова ты видишь сейчас варианты? Вот в данный момент. Вставать. Только подъем спартера. Либо выходить в гард ему надо и работать. И вязать, да? Да. Полу-гард самое выгодное положение для ММА. Здесь можно бить и тяжело вставать соперника. Бывает именно с этой позиции. Поэтому Шахрудинов делает грамотный тактический ход. Он не выходит в боковой контроль. Не заходит, не дает ему выйти в гард. Вот сейчас. Вот сейчас он закрыл. Тут для него более такая выгодная ситуация. Он тут не будет весомые удары пропускать. Но обратите внимание. И угрожать будет сам именно треугольником, на руку. Игорь молодец. С характером парня. Вообще все на месте. Все в порядке. 40 секунд нас остается. Скидывает ноги. Да, Шахрудинов делает все как всегда. Здесь надо Игорь вставать. Надо вставать или крутиться вперед. Я не знаю. Вообще ничего не делаю. Я думаю, что он не прокрутится сейчас. Просто избивание. Много уже ударов пропущено. 10 секунд у нас. Надо сейчас защищаться. Характер, характер показывает. Да, сейчас могут остановить бой. Хотя времени уже слишком мало. Думаю, не остановят. Третий раунд мы увидимся. Да, но здесь без шанса. Два раунда без шанса. При том, что хорошее начало и потом проход. Вот тут люди пишут, Игорь любит, я чуть оговорился, извиняюсь за это слово, на самом деле чуть загружен, перегружен, почти матернулся в общем я. Ты? Да. Что-то не помню, ну ладно. Игорь любит тебя. Понял, понял, понял. Извиняюсь. Ну что, посмотрим, сейчас будет третий раунд. Шахрудинов свежий. Шахрудинов, да, но это его стихия, борьба и естественно, причем у него все получается. Ну я бы все равно на месте Магомеда не заигрывался в ударной технике. Не стоит. Игорь опасен все равно, попасть может. Третий раунд. Третий раунд. Бой! Надо сейчас Игорю максимально оставаться в стойке, дистанция. Шахрудинов сам может попасть. Ну вот опять что, ну зачем? Я не знаю, почему он пытается с ним бороться. Вот реально не знаю. Его угол ему не подсказывает ничего, что ли? Такое ощущение, что не подсказывает. Вот сейчас опять, опять мы видим повторение первых двух раундов. Шахрудинов сверху. И отсутствие каких-то попыток выйти оттуда. Ну вот сейчас пытается он завязать. В этой позиции остался бы и нормально. Подняли бы, да? До конца раунда. Вот нас пишут комментарии, вставать надо срочно. Да. Ну а в случае с Шахрудиновым продолжается такая монотонная работа, контроль. Ну все то, что он делает, уже, кстати говоря, много лет. На самом деле особо не напрягается. Нет, не напрягается. Никакой усталости, сопротивления я не вижу. Все спокойно, монотонно. Ну это его стихия еще, поэтому... И вот тяжелый удар. Игорь, надо вставать срочно. Или хотя бы к сетке. Прижиматься? Я не знаю, ну да. Ноги вообще не работают. Вот он их закинул, и все, они там на месте. Всю дорогу. Он даже не пытается ногами оттолкнуть Шахрудинова. Я думаю, что у нас ничего не изменится. Ты расскажи свое мнение. Как ты относишься к тому, что вот сейчас девушки появились теперь? Честно говоря, я немножко категорично отношусь. Категорично, да? Отношусь, да. Женщина, в моем понимании, это... Ну... Нежное создание, так скажем. И... Она не создана для боев. Пытался сейчас, Игорь. Ну, одно могу сказать. Женщины очень кровожадные. Ты знаешь, вчера... Не грызутся сильно вообще и до конца. Действительно показали хорошие бои. Вот действительно хорошие. То есть яркие, за ними смотрели. Яркие бои. Много было болевых приемов. То есть они, если у ребят, ну, какие-то вещи уже просто не проходят, потому что уровень такой... Я тебе больше скажу, Антоха, это... У них проходят эти приемы удушающие, потому что... Одна, то есть, более опытная другой. Опытнее другой. То есть не потому, что они там более так подготовлены лучше, а потому что они... Просто разный уровень, да? Да, от того, что они, наоборот, не дорабатывают. И очень много пробелов, ошибок. У кого-то есть ударка, у кого-то нет борьбы. И наоборот. Да. Ну, ты сам знаешь, да, что лучше меня, что сейчас очень сложно кому-то сделать болевой прием, удушающий. Все умеют это делать, а у них это вот именно проходит сейчас. Да, ну, я тебе объяснил. Да, 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 да. Тем временем совершенно не получается ничего у Глазкова, фулл-маунт, много добивающих ударов. Прям буквально гвоздит его Шахрудинов. Да. В принципе, тут все понятно. Да. Одиногласное решение. Что могу сказать? Мага свою работу сделал. Да. Игорь молодец. В свои 20 лет в финале с таким опытящим бойцом подрался. Все три раунда. Показал свой характер. Вот так получать на протяжении трех раунд не каждый может. Согласен. Ноги ломаются, сдается. Единственное, что пошло от Игоря дальнейшим смехом. И крепкого здоровья. Чтобы он не сдавался, чтобы он шел вперед. Маги тоже желают здоровья крепкого. Убедительная победа. Поздравляю его. Спасибо, Магомед, что нашел время, посетил нас. Вам спасибо, что пригласили. Что дали возможность развеяться. Чуть в себя прийти и отключиться как-то от своих проблем. Спасибо, Магомед. Спасибо. Благодарю вас за все. Будем, как всегда, на связи. Благодарю позитивно, союз ММА России. Спасибо большое, Магомед. Всего доброго тебе. Всего доброго. Уважаемый поклонник смешных боевых единоборств по итогам трех раундов. В этом поединке одержал победу и стал чемпионом России по ММА. В 2019 году в весовой категории до 93 килограммов. Единогласным решением судей Магомед Шахрутина. Уральский федеральный округ. Мы поздравляем Игоря Глазкова за вторым местом на чемпионате страны по ММА. Игорь, наши поздравления, аплодисменты в твой адрес. За второе место Игорь Глазков. Сибирский федеральный округ. И мы сегодня от души поздравляем нашего чемпиона России по ММА. В весовой категории до 93 килограммов. Им стал Магомед Шахрутинов. Уральский федеральный округ.